ну что народ всем большой привет как кто-то мне написал в последних видео про буран ну когда же будет про горники ребята но не было снега в приисковом точнее он был но забетонился а сейчас выпало довольно таки немало пухлого снега и разумеется я здесь и кстати говоря вот такое солнышко красивые но в то же время зимний морозец примерно минус 16 градусов и сегодня едем кататься с очень продвинутой группой вчера жени талантов с ними ездил и когда спросил я его как тебе группа он сказал ребята очень сильные ребята из камчатки имеют хорошую снегоходную школу и соответственно соответствующую подготовку и в общем то сегодня едем с ними вместе кататься а как это будет вы сейчас все увидите сами поэтому как всегда садимся поудобнее кто не подписался нажимаем подписаться это где-то слева или справа там но вам виднее будет или снизу вообще ставим лайки и наслаждаемся красивой атмосферой и прикольными кадрами все давайте погнали кататься единственное что меня сегодня немножко расстраивает это то что я наверное буду больше снимать они сам катать потому что у меня сейчас вам покажу потому что на моем поларисе на моем зверёныши лукнул треугольничек который держит подножку вот такая вот бедулина блин и конечно прыгать мне сегодня будет ну прям совсем не в кон поэтому наверное действительно сегодня буду больше для вас снимать нежели кататься сам кстати вот инженером polaris большой просто минус за вот этот треугольник поскольку на предыдущей платформе вот эта деталь была монолитная алюминиевая она была безумно крепкая а это какой-то чертов селумин с кучей прорезей а учитывая то какую нагрузку он несет это конечно безобразие полное вот у многих ребята разваливается этот треугольник вообще просто на куски ну вот у меня лопну пока здесь следующий шаг я так понимаю вот здесь поэтому будем кататься аккуратненько друзья вы часто спрашиваете где мы берем деньги на то чтобы столько времени проводить в горах занимаясь любимым хобби ответ очень простой работаем а если на что-то не хватает денег то на помощь приходится кредитная карта тинькофф платину карта не только дает возможность наслаждаться любимым хобби но используя ее вы получаете до 30 процентов кэшбэка у партнеров банка и 1 процент кэшбэка на все остальные покупки по карте а также бесплатные переводы на карты других банков до 50 тысяч рублей в месяц без подписки тинькофф про и до 100 тысяч рублей в месяц с подпиской тинькофф про беспроцентный период составляет 55 дней а максимальный кредитный лимит по карте тинькофф платину составляет 1 миллион рублей и кстати есть возможность оформить рассрочку на год доступно бесплатное пополнение в любых банкоматах а еще сейчас проходит акция вечное бесплатное обслуживание карты при оформлении карты в марте и если ты подашь заявку уже сейчас то возможно что следующую серию ты будешь не просто сидеть в кресле и смотреть по телевизору а кататься вместе с нами не откладывай свои желания на потом вместе с тинькофф платину но оформить карту можно прямо сейчас перейдя по ссылке в описании под этим роликом сейчас вам хочу показать как происходит старт-снегротф от гостиницы поэтому ребят что то есть такое знаете немножко завораживающее какое-то знаете вот преддверие ожидания кто-то вернется кто-то не вернется кто-то вернется разбитый кто-то вернется с классными ощущениями кто-то с ощущением потери к примеру даже вот пример простой я вчера потерял термос вот забыл закрыть кофр уже кстати 2 смотрите тачки самые разные и вот многие говорят что там приисковый ты богат это ничего подобного саммит древний я не знаю какой-то т3 или какой а вот вообще смотрите поедет по моему поварить вообще прорайд вот мой красавчик стоит все-таки люблю я наклейки снегохот делается узнаваемым реально и прям знаете вот едешь теперь рукой машут люди прикольно вот так все собираются потихоньку это по-моему даже девочка на г-5 мы в серию попадем попадем спрашивают серию попадем лицо замашивает лицо замашивает ты узнаваемый по другим саж ты узнаваемый по другим чертам по мышцам по мышцам упирающим это продольные косые мышцы перекаченные это продольные мышцы перекаченного живота да и вот такое солнышко сейчас выдвигаемся с вами ну и как всегда гидует нас женя талантов бессменный гид инструктор с которым мне безумно нравится кататься с вами четверо парней из камчатки собственно про которых я и говорил у которых очень продвинутый уровень и за которыми мы с вами будем наблюдать ну и еще несколько человек и самые забавные вместе с нами едет утиль что кстати отвечает на вопрос можно ли кататься в пресковом туристическом формате а посмотреть кстати есть пресковом что особенно феврале и марте когда солнечных дней прямо таки много кстати мне всегда удивлял почему в пресковом не развито совершенно катание на утилях хотя места довольно таки красивые и семьей приехать было бы самое то при этом лыжников как вы видите довольно таки много сноубордистов которых поднимает в гору ратрак и потом спускается за ними уже вниз чтобы опять снова их поднять я кстати сначала не понял для чего с нами едет утиль тем более с двумя наездниками а потом мне рассказали что ребята едут эвакуировать снегоход сломавшийся накануне то есть банально везут с собой запчасти и когда они эти запчасти поставят второй человек сядет за руль горного снегохода и собственно они поедут на базу но конечно наблюдать за ними довольно таки забавно на утиле по такому снегу конечно же ездить довольно таки непросто и мотает их из стороны в сторону прямо таки знатно конечно горник на фоне утиля это ну реально пушинка господи ребята какая сегодня красота как с открытки новогодние вот это все зрелище мы сейчас на самом деле разбрелись всех хрен знает кто куда потому что у нас один человек потерялся пока мы ехали и не можем найти его на рацию не отвечает но картинка конечно просто космос какой-то такие величавые склоны такая красота но в итоге человек был найден найден в канале ой ребят вот вообще наслаждаюсь природой красотой день ком таким классным если обращает вот этот человек который просит о помощи последнее что хочется сделать это делать помогать ему вытаскивать саммита все должен лопануть прямо туда ребята ребята опытные приятно наблюдать классно такими помогать приятно но вообще конечно денёчек обещал быть просто великолепным снежка подвалила свежего довольно таки приличная и кататься было одно удовольствие кстати элемент который вы сейчас видите это нижний хаповер то есть разворот снегохода на месте в противоположную сторону через низ никакой не рентри никакой не 360 или как вы еще там его называете в очередной раз упоминаю вашу просьбу снимать поближе людей да как их снимать если снежная пыль не дает ничего рассмотреть приходится все-таки так или иначе отставать да уже чую как очередной раз буду после выпуска этого видео читать ваши комментарии про то что что вы делаете просто так тратите бензин не бы каким-то полезным делом занимались ребята это наш отпуск это наш под это наш белый кайф поэтому вот такие вот мероприятия для нас это самое лучшее времяпрепровождение ну а ребята камчатские действительно большие красавцы я никогда не видел чтобы на эту горку кто-то заскакивал кроме жене талантово они довольно таки смело крут и заскакивают как говорится больше смелости и больше газа и кстати посмотрите какой там уголочек по пейзажу слева это очень хорошо видно как компаньоны камчатские это самые лучшие компаньоны здорово нормально тебя помните слой икры и немножко толще чем не я не борзел не борзел не борзел ноги в благодарности падает от благодарности так молодцы ребята расскажи отлично и катаются и катаются и катаются хорошо и кроище приставить нашли вот такую красивую местность женька талантов нас привел реально знает не ставьте как свои пять пальцев пацаны говорят хотим попрыгать он да пожалуйста же откуда ты все это знаешь опыт 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 не будет задним местом чувствую за деревья должны быть прыжки короче место вот такой все пацаны будут прыгать так диванных экспертов сразу хочу уведомить во первых в живую все смотрится совершенно по-другому конечно же и наконец ребята просто тренируется и основные прыжки в их исполнении впереди так что ребята в общем вот такая атмосфера и вот такая кочка это я даже не сказал не кочка она метеще огромный сейчас парняга оттуда будет прыгать все это конечно выглядит все довольно таки зрелищно не знаю как вам через экраны мониторчиков ваших там но смотрите чуть правее надо доброго фоне хороший такой прыжочек должен получиться давайте смотреть есть конечно же в прыжках что-то завораживающее и конечно же тоже очень хочется попрыгать поучиться прыжкам но при сегодняшней стоимости техники это довольно таки дорого не говоря уже про позвоночника который может запросто осыпаться в трусы ну а пока одни прыгают другие катаются по лесу и иногда бывает так что перебегают дорогу деревья вот у нас ребят кузовные работы происходят короче один тянет веревкой а Женька сейчас как же вам поснимать то что было видно но уже еще немножко надо чуть-чуть а Женька крепкий здоровый он сейчас выровняет все ну вы снегоход кто не увозите обратно в дерево да 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 держите меня и бей о все отлично еще чуть-чуть прям совсем немножко все вот здесь зазор пловим вот так тут стоит тут закрыто главное что пластик не развалился тут ровно то есть короче вот плюс поларис огромный что просто пластик отщелкивается везде где только можно но не лопается вот это прикольно вот в бербихе сейчас все в щи было бы все очень подвижное такое подвижное подвижное все все там провод с моей стороны там все целое все и тут все целое все и тут все целое все и родилось испугом но как вы понимаете это для горного снегохода вполне себе привычно что снегоход кувыркается падает бьется главное не отпустить снегоход вот на такой склоне вот если здесь его отпустить то будет действительно ситуация когда уже незачем будет идти вниз поскольку смотреть все равно там будет уже не на что можно будет с ним просто попрощаться поэтому все стараемся делать аккуратненько но иногда бывает и вот так он и Субтитры сделал DimaTorzok Короче, в течение дня бывает много смешных и забавных ситуаций, хотя порой бывают и обидные. Поднимаешься ты такой наверх, никого себе не трогаешь, видишь свободную дырочку и вот так, раз, и тебя просто выкидывается снегохода. Самое забавное, что даже не понимаешь, что произошло. И в этот момент самая большая проблема это залезть на снегоход обратно, потому что снега реально много. Вот ребята, представляете, здесь я действительно не кривляюсь, а на самом деле не могу залезть на снегоход. Ноги просто проваливаются, снег пухлый и все, и приходится ногами утрамбовывать снег. А вот, собственно, и виновник торжества. Представляете, так суметь насадиться. Сук пролез в окно подножки. Ну, благо с собой всегда есть ножовочка, поэтому быстренько отпиливаем его и продолжаем наши приключения. Кстати, с деревьями в ту покатушку было действительно много инцидентов. В частности, здесь опять поймал какие-то коряги. И после долгих-долгих раскопок у меня снегоход оказался вот в таком положении. И, наверное, если это был бы не поларис, который довольно-таки узенький у меня, и пролез все-таки между этими деревьями, то тащить его отсюда пришлось бы всемиром. Ну, а так просто заводим его и погнали. Кстати, не мог не включить в видео вот такой интересный момент. Казалось бы, да, нетривиальная перепрыжка ручья. Что такого? Просто нажал газ, перепрыгнул ручей и все. Но это тогда, когда ты знаешь, что делаешь, и делаешь это осознанно. Если же ты довольно-таки свежий человек в снегоходном движении, то твоя перепрыжка ручья выглядит примерно так. Ты подъезжаешь, стоишь, долго думаешь, долго прицеливаешься. Думаешь, 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 опять думаешь, еще думаешь, и снова думаешь. Что же с этим ручьем делать? Прыгать или не прыгать? Ехать или не ехать? Нажимать газ или тормозить? Куда ставить ногу? Как оттягиваться? В общем, реально стоишь и долго-долго тупишь. Просто я это знаю по себе, потому как сам когда-то так ездил. И вот ты даешь газу и бабах! И слава богу, что не в ручье. Ну что, давайте поедем, посмотрим, что там произошло. Ну, заодно зовем ребят. Потому как я прекрасно уже сейчас понимаю, что один я ему помочь точно не смогу. На самом деле ситуация крайне опасная, потому как можно легко сломать себе ребра, руки. Особенно при неправильной стойке рука ломается просто на раз. Поскольку ты ударяешься плашмя в противоположный берег ручья. И если ты себе ничего не отбил и не сломал, то это, можно сказать, повезло. Сань, давай рассказывай, как вообще дожил. Серьез перестает быть томным. Но хотелось бы было красиво что-то, понимаешь? А то скучно сегодня весь день было. Ты подъехал, думал, думал. Прям видно, что было, сомневался, но... Слушай, я, если честно, даже не сомневался. Мне казалось вообще херня там прыгать. Ну да, да, вообще ерунда просто. Ну метра три пролететь надо так нормально. Как-то широко. Широкая река, да? Причем, ну да. Вот видите, вот эта ошибка, что ты принимаешь из-за того, от чего оттолкнуться можно. Намётик такой. Ладно, сейчас доставать будем еще. Народу полно. Вы сейчас его свалите туда просто, и видите, все закончится. Ну да, ребят, когда много народа, конечно, процедура спасения, она довольно-таки несложная. Осторожно, там стоит лучше... Там стоит лучший снегоход в мире. Какая вот тема интересная. Сейчас другую яму. Другая яма уже. Вот, нормально, сзади, для выставления снегоход. Идеально выставили. Там тебя ждет новые приключения. Аж перепонка чуть не лопнула. А у тебя что-то вывалилось там, посмотри. Подними, подними, сзади что-то. Да-да-да-да. Вот такие приключения. Вообще с ручейками, конечно, в этот день было связано много забавных ситуаций. И вот одна из них, когда с одним из камчатских парней мы подъехали к ручейку. И, честно говоря, я смотрел, смотрел, как его перескочить и для себя не придумал. Но камчатские парни суровые настолько, что не обращая внимания на камни, на возможность погнуть подвеску, раскрошить ролики, порвать гусеницу. Смело просто прыгают в ручьи, приземляются на камни, на лед, на все что угодно и шарашат дальше. Я же, как представитель детей пролетариата, берегу снегоходик и малодушно объехал препятствия. Ребят, интересная такая ситуация, смотрите. Едущи по ручью, при ископом можно найти вот такой вот снегоход. Зачем ты его засыпаешь? Он так засыпанный. Просто кто-то бросил снегоход. Это саммит, довольно-таки свежий. 22-й, наверное, год это получается, да? 22-й год. В общем, вот так вот. Короче, самое забавное, что можно понять, что произошло. Короче, смотрите, вот оттуда человек шел, вот оттуда, сверху вниз, и вот здесь прыгнул. А приземлился, здесь ручей течет. Ну, не ручеек такой, короче, камни здесь, видите. Приземлился сюда. И разорвало коробку. И, в общем, вот сейчас снегоход дожидается эвакуации лежит здесь. Забавненько тогда, в общем. У нас в России, как говорят, голодает. Многие там пишут, что на тундру не могут накопить, на бирпи, ой, на буран. А тут бирпи их стоит. Собранная вся. В общем, вот такие дела. А вот он, виновничек, ручеек. Народ, хочу с вами поделиться одним офигенным лайфхаком, просто офигенным, который, может быть, даже спасет кому-то жизни. По крайней мере, не будете ночевать в лесу, это точно. Вот смотрите, у меня нет канистры с собой под бензин, но у меня сумка такая. И просто беру обычную спортивную сумку. В нее две канистры, две пятилитровки. И просто вот такие запасы закапываете, закапываете по местам вашего катания, по вашим локациям. Понимаете? И в этом случае, вот, например, вот, например, да, здесь у меня нычка всегда. И в этом случае я знаю, что у меня всегда здесь бежит топливо, и я никогда не обсохну. Находится это километров 25 от базы. И получается, что можно всегда заправиться на обратном пути, когда уже вся группа обсохшая. Поэтому вот такие вещи очень важные. Но обязательно отмечайте в навигаторе. Сейчас я себе в навигаторе отмечаю, видите, вон там бензин у меня написано. Конкретно на этой локации, на другой локации тоже самое. И так везде. А вообще, конечно, эта поездка в Присковый была просто бомбической. И я реально благодарен, наверное, духом снега за то, что они привели ребят в те же даты, в которые был я. И удалось с ними покататься, потому как едут ребята действительно очень хорошо. К сожалению, это сегодня становится редкостью, потому как многие группы, даже называющие себя средним уровнем, на самом деле начальный, который называет себя продвинутый, на самом деле средненачальный уровень. А вот так, чтобы ребята ехали, и вот так, чтобы я подъехал к склону, а он был уже весь избитый, такое бывает крайне редко. Ну, конечно же, я не про лысые склоны обычные, а про вот такой вот склончик, где есть и лесок, где и угол хороший, и где проехать довольно-таки сложно. Тем более, когда там, как вы видите, уже много следов. На этот склон я, можно сказать, опоздал. Кстати говоря, сейчас вы видите Юру. Юра довольно-таки неплохой райдер. Он известен среди тусовки райдеров, как Якут. Он отказался ехать по этому склону, а я решил, что все-таки смогу пройти по нему, несмотря на следы. Чем это закончилось, вы сейчас увидите. Кстати, не раз слышал, что на Сахалине ребята катают прям по жести. И если вдруг вы с Сахалина и собираетесь приехать в Присковый, то маякните, пожалуйста. Обязательно прокатимся вместе. Ну, хотя бы поснимаю. Ну, я, конечно, про взрослых ребят, которые любят вот такие же места, которые люблю я. А в целом, интересно вообще, с какого вы города? Скажите, пожалуйста. Напишите в комментариях, прям возьмите и напишите. Я оттуда-то оттуда. Мне это реально будет интересно, поскольку ощущение такое, что смотрит канал чуть ли не даже в местах, где снега отродясь не было. Вот это для меня такая была в свое время новость. На этом буду заканчивать. И спасибо, если досмотрели до этого места. И огромное спасибо, если поставили лайк. И, конечно же, если подписаны. И, кстати, нас уже 40 тысяч, что не может не радовать. Это означает, что количество снегоходчиков потихонечку прибавляется. Всем спасибо еще раз за просмотр и всем пока.